Где? В Заславле, что ли? В Заславле? Нет, там маршрут какой-то, но в самом деле ехать нормально, просто так, ну, соберемся как-нибудь отдельно и обсудим, все, давай. Гусь говорит, давайте я к вам приеду, потому что завтра доработайте к 8.15. При этом тебе передавал. Спасибо. В общем, я хочу обратить твое внимание на те платья, которые висят, и, собственно, то платье, которое показывают. Ты смотри, тут три варианта. Либо клеточка, либо полосочка, либо цветочек. Ну и варьируется цветовая гамма. Причем именно старым людям всем цветочек дают, в полосочку дают всем взрослым, а в клеточку, видимо, детям. Детям, то есть три вида, три возрастных. Призвание больше красивых изделий становится понятно, так как, как бы, конечно, и цветочек, и клеточка, и полосочка могут быть красивыми, но через несколько лет... Но по-разному. Каждая клеточка может быть красивым по-разному. И то есть, получается, работники торговли вместе с покупателями садятся и рассматривают клеточки. И каждый для себя выбирает красивые клеточки и некрасивые. Ну, не знаю, мне через некоторое время это просто бы надоело видеть клеточки, полосочки и цветочки. А, как-то, а, слушай, ну и нет, здесь горошек еще есть. Горошек, но горошек это по блану. Видишь, продавщица прячет, прячет в горошек, платит за штору. Кстати, удивительно, ты смотри, почему половина прилавка закрыта шторой? Он же должен быть весь открыт, а половина закрыта. Там платье в горошек спрятано. Да, возможно, там как раз те самые прочные, красивые изделия, которых должно быть больше. Скорее всего, это клеточки. То есть, тут высунуто. Да, и все прочные изделия красивые, они в кружочек. И спрятаны при этом. Слушай, а почему на плакате, собственно, не показаны сами работники текстильной и швейной промышленности? Вот когда прочные, там где-то рабочие были, да, там были рабочие не пятилетку, а здесь почему-то за работников текстильной и швейной промышленности должны отдуваться работники, как это называется, промышленность, продавцы отдуваются. То есть, я думаю, что работники текстильной промышленности прячутся за шторой. И вот бабушка, которая на переднем плане, она скажет, а почему, понимаете ли, у вас некрасивые и ткани изделия, и непрочные? Они выскочат из-за шторы и сразу объясняют бабушке, что ткани прочные и красивые, чтобы она взяла, что есть, ну, и бабушка сразу, конечно, согласится. Слушай, а зачем вот бабушке такое платье? Вот, цель, она пришла в строгом, темном, черном костюме, да, вот мы видим. Так бы в гроб и слегла в этом красивом, да. Зачем она покупает, наверное, внучки какой-нибудь или дочки? Ну, не знаю, кстати, платье на несколько размеров больше бабушки. Да, да, да. Вот, то есть, вот это вот интересно. Может быть, это какой-то такой декольте, даже для бабушки не особо... Это особая бабушка. Может, у нее специальная работа, где как раз-таки вот очень важным является это декольте. Но, опять же, смущает размер. Может быть, она покупает большие платья из прочной ткани и делает из них два маленьких. Потому что с тканью напряг, с прочной, а из прочной ткани исключительно делают платье. Поэтому удобнее купить платье и делать из него два. Да, так как она их делает сама, то, видимо, они и не очень красивыми становятся. То есть, получается, что покупатели сами гадят, изгажут, ну, портят изделия, которые стараются сделать лучше работник этих сильных швейной промышленности. Возможно, тут стоило призыв к покупателям. Прекратите, да, заниматься этим безобразием. Покупайте то, что мы вам даем. Не надо выделываться. Да, причем даем почти за бесплатно. Ну, послушаем следующую композицию, какую-нибудь электронную. Ну, и какой-нибудь у вас конкретно «Андомоджестик», замечательный проект. Пропозит называется «Розвелл Инцидент». То есть, какое-то событие в Розвеле. Это можно отдельно сказать. Кстати, очень в Розвеле нашли, как считают, при кружении тарелки летающей, очень много прочных тканей, которые были неземного, так сказать, происхождения. Да, и США их использовала для производства своей прочной... Джинсовой продукции. Да. Джинсов и вайс, которые производятся в Китае. Потом они продали те прочные ткани, найденные в Розвеле. Слушаем «Рандомоджестик». Девять. Ну, все. Что, все? Еще одну? Одну, да? Сейчас послушаем. Я поехал. Нет, я тебя покормлю. Не надо кормить меня, Лешка. Тома поехал.